В чем секрет долгой жизни? Профессор Дов Черняховский, специалист по проверке влияния экономических факторов на здоровье общества, провел исследование о состоянии здоровья и продолжительности жизни среди различных групп населения в Израиле. Израиль является страной, находящимся на одном из первых в мире мест по продолжительности жизни. В среднем продолжительность жизни израильских мужчин – 80 лет, женщин – 84 года. Профессор ожидал, что выводы, полученные в Израиле, будут совпадать с выводами, полученными в других западных странах. А именно, богатые живут дольше. Ведь чем выше достаток человека, тем длиннее будет его жизнь. И наоборот, бедные люди едят пищу худшего качества, у них меньше времени для активного образа жизни, они получают худшие медицинские услуги и так далее. Профессор ожидал, что показатели по ультраортодоксальному сектору будут соответствовать данному правилу. Ведь доходы у них ощутимо ниже, и они живут на более низком социально-экономическом уровне. Логично было бы предположить, что общее состояние здоровья Харидим будет на низком уровне по сравнению с другими слоями населения. Но обнаружилось кое-что неожиданное. Полученные данные полностью противоречили тому, что можно было предположить. В общине Харидим, независимо от места проживания, продолжительность жизни оказалась заметно выше, чем в среднем по стране. У мужчин на три года выше и составляет в среднем 83 года, а у ультраортодоксальных женщин на полтора года – 85,5 лет. Данное несоответствие профессор постарался объяснить, изучив образ жизни Харидим, ведь их состояние здоровья на самом деле было лучше, чем в среднем по стране. Профессор Черняховский подчеркнул следующий факт. Вера дает человеку возможность справляться с невзгодами. Одним из элементов жизни, укорачивающих ее, является стресс. Я не психолог, я экономист. Но нам достаточно того, что мы видим. Стрессовые ситуации укорачивают жизнь. Вера помогает выбраться из этих стрессовых ситуаций, и это позволяет людям вести более здоровый образ жизни. Но не только вера влияет на продолжительность жизни. Социальные связи также имеют влияние. Одиночество сокращает жизнь человека, а дружеская поддержка уменьшает стресс. Даже такое простое действие, как утренняя молитва в синагоге, дает человеку то, что требуется для увеличения продолжительности жизни – молитва и укрепления в вере. И одновременно встреча с друзьями по общине. По словам профессора Черняховски, одним из секретов долгой жизни является просто молитва по утрам.